Приветствую вас! Сразу хотелось бы сказать, что знать, о чём вы говорите, вы могли бы только в том случае, если у вас имелось бы психиатрическое и медицинское заболевание, психотерапевтическое и медицинское заболевание, ой, образование, простите, образование. И если бы это происходило не с вами, то есть медицинское образование врача, психотерапевта либо психиатра, обязательно психологическое образование и то, что это не происходит с вами, то есть это происходит с кем-то другим, не с вами. В этом случае вы можете утверждать, что вы знаете, о чём говорите. В остальном случае вы не знаете, о чём вы говорите. Это первое. Второе. Тесты никогда ничего не показывают наверняка. Тест это механика, это статистика и она склонна к тому, чтобы давать неверные результаты. Все, кто более-менее знакомы с статистикой, знают о её погрешности и о её очень сильной искажённости в плане информации. Далее. В своём первом вопросе вы пишите, что вам нужна наша консультация для того, чтобы потом в жизни обратиться к врачу. Сейчас вы пишите, что к врачу у вас возможности обратиться нет. И это как бы противоречие, вы обратитесь к врачу или нет. Дальше. Само по себе биполярное расстройство представляет из себя, по сути, маниакально-депрессивный синдром. То есть тот человек впадает в состояние бурного оживления, тот человек напротив чувствует себя ужасно, ничего не хочет и так далее. И самое страшное заключается в том, что на первый взгляд это абсолютно неконтролируемое состояние, которое приходит само по себе, ну и соответственно уходит тоже само по себе. Меняется. Не меняется, оно само по себе. На самом деле это конечно не так и психологическая теория нам здесь говорит о том, что дело всё заключается в том, что вы не обладаете на достаточном уровне. Эмоциональным интеллектом. То есть не отдаете себе отчет в том, что вы чувствуете, с чего вы хотите, с чего желаете и как это реализовать. Также психологическая теория гласит, что люди, у которых есть вот ваши, скажем так, прибыль и состояние, вот, они в детстве сталкивались с тем, что их родители беспричинно меняли своё мнение по одному и тому же вопросу на противоположное, совершенно не объясняя ребёнку почему так и что происходит. Вследствие чего ребёнок терял восприятие реальность мира. И потом, может быть, его состояние выправилось в силу ряда причин, но стоит такому человеку попасть в относительную стабильность, да, в относительную предопределённость это, и данное состояние может вновь о себе дать знать. Конечно, конечно, нужно изучать, с какого момента, с какого эпизода вы начали замечать за собой такие проявления, что повлияло и так далее. Ещё раз, отдельно скажу, не может человек сам у себя диагностировать и констатировать наличие определённого заболевания, в силу того, что у сознания, у нашего сознания есть определённые ограничения, которые не позволяют ему в определённой степени анализировать и созерцать саму себя. Либо вы принимаете этот факт и отказываетесь от самолечения и самодиагностирования, либо продолжаете действовать, накручивать себя. Да, я так подозреваю, что больше и больше уверять себя в том, что вы больны, но при этом не обращаться к врачу. Тем самым, занимая роль шерфы, об этом читайте в треугольнике Карпмана, можете это посмотреть в интернете. И, играя в игру, да, но про игру можете также почитать в интернете. На этом всё, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И самое главное, это, чтобы вы видели, себя определили, какой помощи-то вы хотите и на каких условиях. То есть, если, например, вы хотите, допустим, проконсультироваться у психолога, хорошо. Если вы хотите проконсультироваться у психиатра, у нас есть такие, хорошо. На каких основаниях, то есть, как бы на платной или бесплатной основе, у нас есть как платные, так и бесплатные специалисты, выбирайте. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.